всем привет дорогие друзья я не знаю с чего мне начать видео если вы помните то я последнее видео выпустил год назад как я купил mazda 3 сейчас я хочу вам рассказать что за этот год произошло а произошло очень многое я переделал mazda но еще доделал постепенно постепенно маленькими шагами читая в интернете что там люди пишут что из mazda нифига много лошадиных сил не вытащишь ну не знаю я хочу вас заинтриговать немножко для mazda 1.6 я вытащил это не делая впуск но сделал выпуск ну что начнем сначала помните какая mazda была какие доработки у меня произошли поначалу я себе определил такие моменты что я хочу что я сделал и снял брызговики и затонировал тачку чтобы хотя бы вид был прикольно далее я хотел доработать что-нибудь с подвеской как понимаю у меня не было возможности на тот момент купить кайловеры но я хотел себе все-таки заниженную тачку поехал в сервисе я спилил сзади 2 витка спереди один виток поверьте мне управление стало намного лучше она стала управляемая она стала резкая она перестраивается в любой ряд прям молниеносно она такая более жестковатая стала при том что стоят у него оригинальные стойки далее захотел доработать двигатель чтобы он хоть больше выдавал лошадиных сил и мощности отзывался на педали с малых оборотов потому что у mazda есть такая особенность они на верхах едут на низах вообще не хотела ее чипану да нашел чиповщика чипану mazda да она изменилась она изменилась в динамике жопомером это чувствуется она стала меньше жрать бензина она стала быстрее разгоняться настала на низах выдавать больше мощности это все чувствуется жопой приблизительно по паспорту там сколько 106 лошадей носил это указывает на маховике колесах там 85 до 90 конечно же мне этого мало я решил пойти дать начал думать как вырезать катализатор начал искать мастеров кто сможет правильно вырезать катализатор чтобы не вставлять там и сидит звучание конечно хотелось чуть-чуть изменить доработать так сказать выхлоп поехал каталик нафиг вырезал изменился звук он стал более такой звонкий пусть я там пару может быть недели у меня загорелся чека датчики детонации заменил датчик детонации чек пропал начал кайфовать дальше ездить понимал что машина едет в принципе но ее что-то все равно там за жопу дир и начал думать может быть сделать прямо точно выслать хотел себе машину которая будет звучать с небольшим басом очень приятный звук хотел сделать забыла решение просто заказать паук 421 от компании стингер и прямо точно резонант от компании мут мне все пришло поехал к ребятам поставил цели показовал пипец как понравилось думал что не сильно громко но оказалось громко особенно на хода если ты там едешь что у тебя уши сворачиваются в трубочку потом я приехал обратно к ребятам говорю чуть-чуть сильно громко я летну давай чё хочешь давайте банку сняли банку стало вообще как на мотоцикле короче ну 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 вот но и появляется такой низкий приятный звонкий звук спортивного мотоцикла что то что-то вот в этом связан это не передай словами это нужно слушать я постараюсь как-нибудь это записать но при этом машина не стало медленнее наоборот стало чуть-чуть быстрее я это почувствовал что прям она оживилась короче сказать всегда есть тяга вот этого я добивался чтобы я например там с двух с половиной тысяч поехал в одном темпе паровоз так дует и на 6 там 200 я уже переключился вот этого я как бы добивался ну и после всех таких вот мелких доработок то или выхлоп сделал я чип заглушил вторую лямду я решил поехать проверить машину на стене только же реально выдает и на лошадиных сил и конечно предполагал сколько у меня будет лошадиных сил но не настолько у меня оказалось 130 лошадиных сил на маховике колесах у меня показалось то 14 и 9 как сказал замерщик это первый наилучший показатель от 1 и 6 в основном говорит 85 80 лошадиных сил у тебя горит 114 там идею и я прям был очень сильно удивлен 115 на колесах я сейчас конечно думаю других чуть-чуть доработках там поставить пуск заменить форсунки как бы стоит 2 делать чтобы она больше потребляла воздуха и соответственно больше жрала бензина но при этом она уваливала нормально посмотрим что лучше будет сделать но думаю это все впереди я здесь подумал если у меня 130 лошадиных сил а не стать ли бы мне с кем-нибудь моего друга есть хендай алантра вот у нее с завода 130 лошадиных сил учитывая то что это новая машина пробегом там 20000 мы решили стать и кто нас снимал тот ездит на мазь двухлитровой 150 лошадиных и он сказал то что он давил в пол и нас не догонял а при этом я уезжал уезжал и атланта ненамного конечно но уезжал и уезжал от масла я прям очень сильно обрадовался мне так стало по кайфу то что я начал добиваться чего я хотел именно вот этот поток тяги чаем и которая идет от двух с половиной там и выше прям ощутимо нет никаких провалов и всего остального